Полицейские наркоборители городского управления МВД выловили в Екатеринбурге кандидата в наркоборыги с несколько нетипичной для сегодняшнего черного рынка белой отравой. 38-летний обитатель столицы Урала, несколько нетипичный для коренного горца наружности, как уверено следствие, банчить намеревался тем, что когда-то предполагалось использовать в России в качестве лекарства для наркоманов, сидевших на героине. Метадон в крупном размере, оптовой партией, этот деятель получил прямо по почте. Для того, чтобы порошку не было одиноко, его снабженец послал в комплекте с колонками. Простенькие китайские по полторы тысячи за пару, никак не претендующие на взыскательное ухо, имели очень оригинальное акустическое оформление. Кроме фазинвертора, внутри был белый порошок, запаянный в полиэтилен. Видите, да, что в колопании порошка обратно? Ну, что-то не очень много. Экспертиза узнала в этом порошке метадон, можно сказать, ближайшего родственника героина, только относящегося к синтетическим опиоидам. В свое время героин получил свое гордое имя из-за возлагавшихся на него поначалу больших надежд на то, что он избавит от губительной зависимости тех, кто подсел на морфин. Его применяли для заместительной терапии не только морфинистов, но и кокаинистов, пока не выяснилось, что коварная печень превращает героин в тот же морфин. И этот самый метадон был в медицинских целях изначально синтезирован, чтобы в свою очередь снять наркоманов уже с героиновой иглы. Метадоновую программу, заместительно поддерживающей терапии, усиленно пытались продавить уже в современной России, но не вышло. Слава богу, потому что все опять повторилось. Привыкание метадон вызывает такое же, буквально с первой дозы. А при попытке отказаться от его приема, ломка длится не несколько дней, а неделями. И снять ее, в отличие от героиновой, без помощи врачей-наркологов невозможно. Вот такой порошок собирался продавать в наших краях южный пациент. Вторая колонка оказалась свободной от посторонних вложений. Там эта пустая. А? Пустая. Здесь нет ничего. Вот. В одной колонке только. Да. Вес изъятого у любителя дешевой акустики метадона составил почти 50. Если быть предельно точными, то 49,27 грамма. По закону, границы значительного, крупного и особо крупного размера в точности и логично идентичны у метадона героина. 2,5 грамма уже крупный размер. То есть полученная партия тянула на 20 крупников. Каких-либо сомнений, что приобретено такое количество наркотиков именно для дальнейшего сбыта, у полиции не возникло. Правда, приступить к сбыту клиент не сумел по независимым от него обстоятельствам. А точнее, из-за хорошей работы оперативников. Поэтому была задействована часть третьей статьи 30-й, понижающая верхнюю планку строгости наказания на четверть. В результате за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере гражданину, уже обустроившемуся в СИЗО, светит от 10 до 15 лет неволи.